Я хочу сказать, что вы практически святые. Вы пришли во второй день на последний доклад. И мне кажется, да, я хочу вам всем похлопать. Хорошо. Мне, конечно же, наверное, так же сложно, как и вам. Кажется, что сейчас очень сложно фокусироваться на чем-то таком. Тем не менее, возможно, пройдет время, вы вернетесь, вспомните какие-то записи, о чем я сегодня буду говорить, и я очень надеюсь, что оно принесет пользу. Поэтому давайте погнали. У всех у вас есть какая-то идеальная картинка жизни темлида. И так как я в своем баграйде HR, чуть позже представлюсь, в общем, я их очень часто встречаю. И обычно, когда ты нанимаешь темлида, либо его промоутишь, он становится руководителем, то он такой счастливый забегает и говорит, «Вера, ща я всех найму, ща я всех за анборджу. Вот такие метрики я видел на Team Lead Confi. Вот надо делать так. Все». В общем, обычно идет все немножко не так. Абсолютно точно нужно будет кого-то уволить. Кто-то придет и будет увольняться сам. И вот эти самые частые истории, которые я встречала, я их выписала, те трудности, с которыми сталкивались Team Lead. Что там только не было. Типа надо кого-то уволить, ничего не буду делать, буду жестить, он сам отвалится. Или, господи, он же перформит как боженька, но токсик, может быть, оно рассосется. В общем, чего только я не встречала. Я думаю, каждый из вас, если сейчас вспомнит ваш путь, вы вспомните, что, ну, в общем, трэша бывает много. Поэтому очень часто идет немножко не так. Это первая история. А вторая история, которую очень часто мне говорят, когда я иду и всем говорю, что вот круто работать про найм, онбординг, маркетинг. Все же об этом говорят, тем лиды. Давайте нанимать, а давайте сделаем соцсетки, а давайте сделаем хабр. Это все очень круто. Но нам обязательно нужно уметь над офбордингом работать. И мне, конечно же, говорят, ну, Вера, это ты HR, это вообще-то твоя работа, во-первых. И, во-вторых, это ты такая вот вся заэкологичное отношение к человеку. Как бы нам это зачем? Так вот, я хочу напомнить, что тим лид, вот это вот, Антон, твое послание, да, это в первую очередь про людей. Это человек, который должен иметь необходимый навык постоянно общаться и интересоваться, каково человеку. Тим лид отвечает за команду, а только потом за метрики, за перформанс и все остальное. Если вам этого недостаточно, пруфа, для того, чтобы завтра прийти и начать что-то делать с вашим оффбордингом, о том, о чем я расскажу. Вот последние исследования на рынке говорят о том, что стоимость замены одного специалиста на рынке труда, это, ребят, на минуточку 40-200% годового фото. Поэтому, кажется, научиться работать с оффбордингом должен каждый. Я бы хотела, чтобы каждый мой тим лид умел расставаться с людьми, но расставаться с тем, с кем вы хотите расстаться. Я хотела бы, чтобы мои тим лиды умели удерживать тем, с кем хотят работать и могли управлять коммуникацией, связанной с этой историей. Почему я сегодня с вами могу об этом говорить? Господи, я больше 18 лет в Ичаре. Хоть я и по призванию айтишник, в общем-то, всю жизнь в Ичаре. Преподаю MBA и являюсь ментором на GetMentory. Сейчас я крайне за людей в одноклассниках. Все, что я буду сегодня рассказывать, это в большей степени вообще про мой бэкграунд, который был и в других компаниях, и не только. Это мои исследования, я с удовольствием с вами поделюсь. Немножко про одноклассники. В общем, это крупнейшая первая социальная сетка в России. И я думаю, что вы все ее знаете. О чем сегодня буду говорить? Мы сегодня с вами посмотрим про реальные причины одноклассников. И самое крутое, я вам покажу реальный рудмап процесса. Через что проходит человек, прежде чем с ним что-то произойдет. Ну и, в общем, точно подскажу вам, что конкретно делать, когда у вас такое будет происходить. Самое важное, что я вам хочу сказать вначале, увольнение – это всего лишь вид расставания. Вот вспомните, есть же у кого-то примеры у вас или у ваших друзей разводов. Ну, есть такие, да? Помните, какие все милые и пушистые, когда все хорошо? А потом помните, что происходит? Вообще ты смотришь и думаешь, как такое возможно? Там один кидается, другой там стреляется. И типа, ребята, нормально же все было. Так вот, увольнение – это то же самое. Пока мы работаем, и у нас все хорошо, ну, как бы мы все вообще, все замечательно у нас. Но когда идет что-то не так с любой стороны, вот там идет уже немножко неуправляемая история. Поэтому я пытаюсь всегда напомнить, что увольнение – это вид расставания. И он всегда очень сложный для какой-то из страны. Это нормальная история. Как думаете, какая самая большая ценность в любом расставании? По-хорошему еще есть? Давай. Опыт. Самая большая ценность в любом виде расставания – вовремя. Вовремя для меня, вовремя для компании. Неважно, это друзья, это муж и жена, это компания, это бизнес. Это самая основная ценность. И наша основная задача моя – научить моих лидов ощущать это. Ощущать это человеку и управлять этой ценностью. Для меня является очень плохим признаком, когда я узнаю об увольнении своих ребят из отбивки из 1С. Мне приходится в этот отбивка. Человек написал заявление на увольнение, типа «пам-пам». Почему? А я уже ничего не могу сделать. Он уже принял решение. Он мне анонсировал о том, что он принял такое решение. У меня есть пару недель и как бы все. И я хочу вам показать этот путь, который проходит человек, чтобы вы поняли, что с ним происходит, потому что это ключевое. Самый первый этап – это этап внутренних переживаний. Когда человек понимает, что что-то идет не так. У меня неинтересные задачи. У меня, не знаю, мало зарплата, небольшая. Не знаю, человек, который сидит рядом, мне не нравится, как он дышит. Я такое встречала. В общем, вот эти внутренние переживания, как правило, у человека происходят от одного дня до года. Вот больше года я пока не встречала. То есть это та стадия, когда человек даже не может вслух это проговорить. Вот он ходит, и ему плохо. Вот что-то идет не так. Он пытается сам что-то придумать, починить, сходить к психотерапевту, но даже не может это выразить. Следующий этап – это этап коммуникации. По моим исследованиям, ну, в общем, максимум я видела, что это длится до месяца, это когда человек понял, что мне неинтересная задача. Я иду к своему лиду, говорю об этом, слушай, хватит, мне уже неинтересно вот эти фичи делать. Элит в идеале пытается это починить. Он говорит, слушай, отлично, мы тебя сейчас переведем на другой проект или добавим какую-то нагрузку. Мы починили, мы сохранили человека. Если же мы не починили, то мы договариваемся об каких-то условиях. Мы не можем найти тебе такую задачу. Или мы не можем дать тебе зарплату X2. Вот ну не можем, это нечестно для компании. Давай поймем, как мы это можем решить. Да, все. Если внутри нет таких задач, давай будем расставаться. Но мы договоримся, как это произойдет. Следующий этап. Этап поиска работы. Человек выходит и ищет свою работу. У человека самое важное, вот если плохо видно, вы потом получите это все, ребята. Мне очень важно было показать вам этот путь. Самое важное здесь, это внутреннее увольнение. У человека внутри екнуло. Это вот как в личных отношениях, да, там с мужем, женой, с бывшим. Да, все. Уже ничего не исправить. Больше вкуснее мне уже не нужно. И здесь то же самое. Уметь отловить это внутреннее увольнение самое важное. Потому что иначе мы уже ничего не можем сделать. Человек выходит, ищет новую работу. Собственно говоря, потом происходит вот тот этап, о котором я вам показала в самом начале. Он получил оффер, пришел, написал заявление на увольнение. Я уже ничего сделать не могу. У меня есть пару недель. В общем-то, я его увольняю. Провожу экзит. Ну и человек уходит. Самое важное, я сейчас не буду об этом много говорить. После того, как человек уволился, происходит у человека еще одна адаптация. Жизнь после увольнения. На самом деле я замечала, что она может длиться даже несколько месяцев. Человека нужно адаптировать даже к этому. Адаптировать команду, которая остается без человека. И на это вообще мало кто уделяет ресурсы внимания. И есть такой вот инструмент, который очень редко кто использует. Это суперэкзиты. Это когда вы опрашиваетесь человека, который уже уволился от вас. Обычно экзиты, поднимите, все используют в компаниях экзиты же, да? Ну как бы классический опросничек в последний день. И мы считаем, что человек нам сказал правду матку. По моему опыту, если вы его спросите примерно на этих же вопросах через неделю, он вам скажет больше или иначе. И очень часто, когда мы начинаем в каких-то компаниях отстраивать культуру оффбординга, мы берем, выгружаем всех уволенных за год. И отправляем им опросник. Просим спросить, как было у нас на самом деле. И там такие интересные ответы узнаем. Так вот о чем это я? Вот это все, что голубеньким, сереньким. Если процесс оффбординга, культура у вас не настроена в команде, вы этого не видите как лиды. И это все человек делает сам по-тихому. Помучился, вышел на рынок труда, нашел новую работу, написал вам заявление. Ребята, вы потеряли, посмотрите сколько времени. Да, конечно же. Все приходят в компанию и все когда-нибудь идут. Вопрос лишь в том, когда и как. И тут очень важно правильно это принимать и отдавать ребятам. В предыдущих компаниях я на старте велкамбуки, но онбординги, сотруднику рассказывала, что круто, ты пришел, я тебя рада видеть, ты когда-нибудь уйдешь. Давай договоримся о том, как это будет. Поэтому узнавать об увольнениях людей из отбивки из Одинески, это очень плохо для Team Lead. Вы не можете уже ни черта сделать. И отвечая на самом деле на вопрос, почему. Я очень часто спрашивала с теми, кто уходил. Говорю, ребят, почему вы мне не сказали заранее? Я могла починить. У меня были два близнеца, сеньора и мельщика. Вот они сидят у меня на экзиты, через две недели уходят. Я говорю, ты что раньше не сказал? Он говорит, да я всегда хотел уехать во Францию, у меня там два языка. Я говорю, ты понимаешь, что я в Новосибирске двух сеньоров и мельщиков за две недели не найду? Он говорит, блин, а я не подумал. То есть ребята просто не знали о том, что у нас будет такая нагрузка, что нам нужно будет так поступать. Поэтому очень часто люди не знают или боятся. Боятся чего? Если я скажу своему руководителю заранее, что что-то не так, мне зарплату перестанут платить, меня уволят, не знаю, буллинг начнется. Ну, вы понимаете, да? Наверное, каждый из вас это проживал. Ровно поэтому я считаю, что темлит должен уметь расставаться и удерживать. Но очень важно расставаться с теми, с кем вы не хотите работать, а удерживать с теми, с кем вы хотите работать. И самое простое упражнение – придите завтра на работу. Несмотря на всю эту ситуацию, составьте такие списочки для себя. И поймите, если у вас есть хотя бы один человек, с кем вы не хотите работать или не можете, а задайте себе честный вопрос – а вы вообще что-то с этим делали? Или вы ждете, когда оно само рассосется? А если у вас есть люди, которыми вы хотите работать, а вы с ними работаете над этим? На самом деле это очень крутая тема, но она внутрь каждого человека, потому что она уходит внутрь меня. Что я умею, что я могу. Чем я сеньористе, чем я экспертнее, тем я круче. Я могу работать уже со сложными сотрудниками. Вспомните своих первых увольнений? Ну, всякое же, да? Там вообще все страшно было, я не знаю. А сейчас вернитесь, наверное, вы бы уже смогли его удержать, потому что вы подросли. Я думаю, это очень крутая тема на какие-то будущие доклады про то, как искать внутри себя, тем или да, демотиваторы, что вас там мотивирует, какие компетенции, и вот в это направление. Но почему я об этом говорю? То, что, например, хорошо ли для меня, не факт, что хорошо для тебя, да? Потому что мы разные. И это нормальная история. Но очень часто в компаниях два тем или да собираются, один говорит, я с ним не могу работать, а второй говорит, а я могу. И это нормально. Я хочу, чтобы вы это знали или помнили. Как отстроить культуру оффбординга? С чего начать? Круто, когда у вас есть HR, которые могут этим заниматься, подхватить. Или SEO, которые говорят, что ребятам у нас на старте говорим про оффбординг. Это нормально, это воспитано. Тем не менее, вы можете даже сами у себя начать уже что-то делать. Я это разделила на несколько блоков. Сейчас пройдемся отдельно. У вас в команде может быть своя культура или манифест оффбординга. Договоритесь, как вы друг другу об этом говорите. Как вы общаетесь? Как вы удерживаете людей? Все ваши поступки должны быть прозрачные. Например, если человек у вас не перформит так, как вам надо, первый шаг сказать ему об этом. Честные критерии. Скорость не та, качество не то. Дальше вы должны договориться о следующих критериях и сроке, когда вы это пофиксите. Но если не происходит, вы уже расстаетесь. И в этом случае ваша совесть будет чиста. Если к вам потом придет Вася из соседней команды и скажет, какого хрена ты уволил лучшего человека в нашей компании, вы честно скажете, что что-то было не так, но мы это пытались починить. В некоторых компаниях я даже встречаю описанные правила на Вики. Просто описывают. Если ваши правила позволяют, идите и опишите. Какие бывают проблемы, как их решить, как мы расстаемся. Это открытость, это честность. По-моему, айдишечка, она вся про это. И мы давно это можем с вами делать. Очень важно уметь управлять датой выхода людей из команды. И здесь на самом деле, я привела какие-то самые простые примеры, как вы можете это фиксировать. Падение вовлеченности сотрудников. Знаете, даже классическая история, он ходил всегда улыбался, а сегодня улыбается меньше. Или раньше был такой прикол, если человек пришел в офис в костюме, значит, пошел на собес. Помните, это какие-то проявления, я потом позже дам вам подсказку, которые покажут, что у человека что-то не так. И это может фиксировать только тимлит. Я очень часто встречаю о том, что компания умеет контролировать на джоббордах своих сотрудников. Условно, HR один договаривается с другим HR. Например, давайте я буду CFOT отсматривать и там говорить. Работает? Да, так очень часто делают. Ну, в общем, если у вас есть такие знакомые HR, вы можете просить отсматривать, вышел ли кто-то из ваших ребят на рынок труда. Я встречала во многих компаниях дополнительную финансовую мотивацию. В компаниях зафиксировано, если сотрудник сказал о том, что он увольняется, например, за три месяца, он получает какой-то бонус. Тем самым компания успевает найти замену. Ну, в общем, там бывают нюансы с тем, чтобы там не было токсика и перформанс не страдал, но, в общем, это вариант. И самый значимый, конечно, пункт здесь, это внедрять в вашей команде институт обратной связи. Умение проводить one-on-one. Об этом говорят на каждом Team Lead Confi. Но эта тема бесконечно глубокая и обширная, и самая эффективная. Все решается везде, разговором, изо рта в рот. И для этого нужно научить лидов говорить, задавать вопросы, интерпретировать, и научиться это делать с командой. Это очень долгий путь. Вот в предыдущем месте работы, в зарплате RU, чтобы мы внедрили такой институт one-on-one. Слушайте, мне кажется, года полтора мы потратили, чтобы всю команду научить не бояться и пользоваться этим. Следующая очень важная история – это коммуникации, связанные с увольнением. Ну, все же знают. Человек уволился, что происходит? Он пишет в чате к ребятам, через два часа в баре, и все-таки, блин, что случилось? Что происходит? Или еще страшнее, когда человек увольняется, а мы не понимаем, что случилось. У меня такие кейсы были, когда, не знаю, ключевой сотрудник компании увольняется, ко мне бежит в себя компания и говорит, «Вера, все-все падает, что происходит? Почему? Как мы его могли отпустить? Он самый лучший человек на свете». И тебе приходится очень экологично объяснять, что в такой профессии хороший человек не существует. Что если человек увольняется, то на то есть причины. И когда к вам приходит человек, который хочет уволиться, обсудите с ним этот момент, как он будет анонсировать команде, на всю компанию нужно ли, и спросите, где ему и чем помочь. Возможно, человек не понимает разницу. Вот я самая частая ошибка, ну, не кейс, с которым я сталкиваюсь, разработчики говорят, я говорю, как ты будешь анонсировать? Он говорит, я напишу письмо на всех. Я говорю, класс, сколько человек тебя знают? Ты зачем это будешь на всех писать? Он говорит, слушай, я не подумал, что всех и не надо, наверное, пугать. Поэтому обсудите обязательно, как человек будет об этом говорить, и предложите свою помощь. Ну и, конечно же, это самый важный пункт во всех коммуникациях, связанных с людьми. Помните, что вы исходите из себя. У вас есть ресурс, вы должны любить себя. И если вы где-то с чем-то не справляетесь, еще не доросли, ничего страшного. Мы не все все умеем. И я очень многого боюсь, не умею. Переводите знания в навыки, тренируйтесь, любите себя. Но если вы идете общаться с человеком, а вы не готовы, не можете, не умеете, сделайте шаг назад, не делайте этого. Идите, попросите на помощь, возьмите с собой чару обязательно. Ну, вот я про вот это. Успеваем вроде по времени. Давайте представим, что все-таки вам нужно пойти поговорить с человеком про увольнение. Я пройду про базовые вещи, сейчас расскажу. Вы их все знаете, но давайте мы их просто проговорим. Как нужно себя вести, когда вы эту историю затеяли. Первая история – это про привести все вещи в порядок. Посмотрите документы, спросите у чаров, а все ли подписано, а все ли у меня там хорошо. Мы все знаем, что люди бывают разные. Если вы решили расставаться с человеком и говорить с ним об этом, он может прийти и, ну, в общем-то, со своими юристами объяснить вам, что вы неправы. Поэтому приведите все дела в порядок с самого начала. Обязательно разработайте план А и план Б. Ну, вот вы решили сказать, что приняли решение не работать с человеком, потому что вам с ним сложно. Окей, вариант первый – он соглашается, а если он не соглашается, что будет тогда? Честно, попробуйте и пропишите себе эти два варианта, они вам очень сильно помогут. Выберите подходящее время и место. Но это, наверное, к тому, что вот сейчас совсем не место, не к месту об этом говорить. Сейчас будет очень тяжело, если я приду и начну с кем-то говорить про увольнение. Ну, как бы, я не знаю, не по-человечески это. Очень часто бывают такие истории, что человек болеет, или у него случилась какая-то беда, а тем лид не в курсе, и условно у меня разработчик несколько дней после похорон приехал, а он с ним про увольнение говорит. Вот это про это. Всему есть время и место. Говорить, конечно же, нужно кратко и по делу. Ничего никогда не размусоливаем и не растекаемся по древу. Без никаких неожиданностей, если вы ни разу человеку не сказали о том, что что-то идет не так, вы недовольны его работой, или он хреново работает, или он пропускает все дейли, а тут вы его позвали и говорите, Иван, я решил тебя уволить. Не надо так делать. Вы обязательно сначала должны донести, что что-то идет не так. Ну, базовая вещь вообще в жизни, тем не менее, я ее всегда проговариваю, никогда не унижайте людей, относитесь к ним так же, как вы хотите, чтобы относились к вам. Не давайте ложную надежду. Очень часто темлиды боятся чего-то и говорят, я все узнаю, я разберусь, я все решу. Если так нельзя сделать, не говорите. Ну, собственно говоря, всегда заканчивайте любую коммуникацию позитивно, не обещайте никогда никому того, чего вы не можете сделать. И, идя на любую такую встречу, представьте, что вас записывают. Я не хочу вас пугать, но вот меня, как и у Чара, очень часто я такие кейсы встречала, и это говорит только о том, что я должна очень четко владеть тем, что я говорю, в каком информационном поле я говорю. Если, идя на встречу с сотрудником, которого вы хотите уволить, вы это будете помнить, возможно, вам это поможет подготовиться лучше и не делайте это одни. Если у вас есть очары, в общем-то, всегда идите к ним, это их зона ответственности. Быстро пройдем про то, как тренироваться. Очень часто помогает история про воркшопы. Придумайте, соберите какие-то воркшопы внутри команды, соберитесь с тем лидами, напишите самые там трэшовые кейсы, которые у вас были с увольнениями и попробуйте поиграть. Вот если вы хотя бы там месяц так поиграете по пятницам, именно тем лидам, я уверяю, вам станет легче. Казалось бы, что такого? Ну, поговори с человеком, когда он хочет больше денег, а мы ему не можем дать больше денег. А вы попробуйте, попросите тем лидов об этом. Ну, в общем, это будет очень полезная история. Я всегда рекомендую читать экзиты ваших сотрудников. Вот прям можете прийти и попросить у очаров, а дайте, выгрузите нам, пожалуйста, покажите, что там. Вы очень много узнаете про компанию, про процессы и, скорее всего, там точно есть, что подтюнить. Клуб анонимных тем лидов. Я думаю, что сейчас на просторах Телеграма очень много каналов, чатиков, в котором тем лиды меряют со всем, чем можно меряться. Тем не менее, когда случается какой-то сложный кейс, напишите, спросите помощи. Вам точно придут и помогут. Не бойтесь, не стесняйтесь. Ну и, конечно, базовая вещь, все, наверное, должны тем лиды прочитать эту книжку про трудные диалоги. Если вы этого не сделали, идите и начните читать завтра. Не хочу вам желать, чтобы вы увольняли людей. Тем не менее, это как проходить собеседование. Вы, наверное, каждый когда-то собеседовали у людей. Первый раз очень страшно. Вы до бумажки записывали много вопросов. Потом думали, господи, как их записать? Тем не менее, это приходит с опытом, к сожалению. Чем больше вы пройдете через этот путь, тем вам станет легче. Сейчас покажу слайд, который просто надо будет сфотать. Это как раз те самые признаки, самые высококолерированные модели, по которым можно понять, что с вашими людьми идет что-то не так, и они очень скоро у вас отвалятся, уволятся. Не мной придуманные вещи, они собраны из больших-больших исследований. В английском варианте, в источнике они более красивы, скажем так, но тем не менее, возьмите, используйте. Поэтому, если вы пройдетесь по своим ребятам, поймете, что они соответствуют этим историям, возможно, там что-то не так. Когда я готовилась к докладу, успеваем, отлично, меня очень сильно попросили добавить вот этот подскриптум. Это классно знать и уметь увольнять, и увольняться, а что если вас, вы же все люди, вдруг решили уволить просто так? Что делать? Актуально? Пусть так не будет. Первое, что я хочу сказать о том, что всегда нужно сохранять спокойствие. Нельзя уволить просто так. Вы знаете, у меня вот был коллега на каких-то местах работал, звонит и говорит, Вер, можем уволить человека одним днем? Не можем, но можем договориться. Поэтому уволить просто так нельзя. Сколько бы вам документов, каких бы вам документов не показывали, о чем бы вам не говорили, нельзя. Обязательно берите время на подумать, обязательно зовите друга на помощь. У каждого из вас есть HR, есть юрист, придите и попросите о помощи. Придумайте несколько вариантов. Как правило, они всегда сводятся к банальным вещам. Мы соглашаемся с тем, что нам предлагает компания, мы ищем компромисс посередочке или вот как бы хрен вам, по закону я должен быть тут и я никуда не уйду. Что бы я тут хотела сказать? Есть такой процент людей, которые отстаивают букву закона. Во-первых, мы в IT. И в IT любая информация бегает со скоростью света. Если уходя из одной компании вы покажете им зубы и скажете, ну, в общем-то, я так не поступлю, скорее всего, очень многие об этом узнают. И не факт, что с вас уже захотят брать дальше. И это как бы бог с ним. Мне кажется, самое важное, что у нас здесь внутри. если по каким-то причинам компания или руководитель не хочет со мной работать, то это значит, что я буду испытывать нагрузку и буллинг. И тут вы должны ответить на вопрос, вы хотите вот в такой ситуации находиться или нет. Поэтому я всегда рекомендую в ситуациях искать какой-то компромисс. Мне кажется, любой айтишник откроет LinkedIn, получит, распечатает три последних оффера, выберет что-то и пойдет. Поэтому мой посыл он про то, чтобы любить себя и относиться к себе с большим уважением. Что хотела сегодня сказать? Во время уложились? Прям отлично. Самое важное, нельзя уволить человека просто так. Ни вас, ни вы не можете уволить человека просто так. Он вам не нравится, он плохо работает. Нельзя. Просто так нельзя, ребят. Но можно об этом договариваться. Поэтому, защищая себя, вы должны об этом помнить. И точно так же, если вы общаетесь со своей командой и хотите с кем-то расстаться, идите договаривайтесь, коммуницируйте открыто и смело. Но человек большая ценность, и мы не можем просто так с ним расстаться тогда, когда нам захотелось. Я считаю, что оффбординг это очень важный навык тим леда. Потому что нанимать, затаскивать, сорсить, адаптировать, ну как-то оно само собой, разумеется, умеет. Мы можем посадить любого разработка рядом, и он как-то в ручном режиме будет копировать, что я делаю. А вот научиться чувствовать вовлечение человека, чувствовать ту ценность вовремя, фидбетчить ему о том, что идет что-то не так, пробовать искренне чинить это, и только если не получается в этом случае расставаться, вот это важно. Это как расставание в личной жизни. Очень часто глядя на каких-то своих друзей, знакомых, по тому, как они расстаются, я очень многое в целом узнаю про их ценности. Вот мне бы хотелось, чтобы вы чуть больше, более ценно научились на это смотреть. И я считаю, что вординг это часть культуры компании. Если в вашей компании, идите посмотрите, как расстаются ваши компании с людьми. И сразу станет понятно вообще очень многое об этом. И когда вы будете потом ходить на собеседование, а вы идите и спросите, а как в компании принято расставаться, я вас уверяю, вы очень многое знаете. но так как вы тем лиды, от вас зависит эта культура, от вашей команды. Идите, разговаривайте открыто, говорите, что это нормально и естественно, но это должно быть управляемо и очень экологично к человеку. В общем-то, у меня все. Спасибо большое. Спасибо. Первый вопрос. Спасибо за классный доклад. Я хотел сказать, что на самом деле то, что ты тут сейчас рассказал, это даже не HR, это такой термин, я бы сказал марчар, это маркетинг плюс HR, так как очень сильно коррелирует с HR брендом и маркетингом. Да мне пофигу на HR бренд, я это про людей, то есть ты пойми, да, конечно, при правильной дистрибуции я могу сказать, какая я клевая, я так классно своих людей увольняю, но типа мне пофигу на это, мне мои люди важны. Вот, собственно, я очень хорошо помню, как у меня произошло первое увольнение сотрудника, прихожу я в офис, утро, беру чашечку кофе, смотрю, у меня на столе лежит мультифорка, в ней заявление на увольнение, собственно, я пообщался потом с человеком, что почему-то не предупредил раньше, почему не сказал, ну, хотя бы я бы подготовился и открыл вакансию, ой, ты знаешь, а я боялся, вот, чего, казалось бы, бояться. С тех пор я пересмотрел действительно свой подход, я общаюсь с ребятами заранее о том, что, ну, мы в конце концов не деревья, я такой же наемный сотрудник, рано или поздно мы покинем эту компанию, будем развиваться где-то еще. Вот, с тех пор у меня было всего одно увольнение на памяти, это, собственно, помогло в той или иной степени, но я не могу отделаться от такого момента, когда от меня уходит человек, я начинаю винить себя, что я что-то недосмотрел, я что-то сделал не так. Как перестать это делать? Давай попробую ответить. Вот, несмотря на то, что в компании, в которых я работала, мне кажется, я очень круто подняла культуру оффбординга, это очень сложно. То есть, на уровне топ-менеджмента должен уметь транслировать. Ребята, все уйдут, мы с этим работаем так-то, мы пытались так-то починить. Тем не менее, когда уходили какие-то люди, даже я принимала очень близко к сердцу, потому что, наверное, я там HR, я эмпатичный HR. Как перестать? Есть два варианта. Первый опыт, это как вот хирурги, они вначале боятся, что что-то не так сошьют, а потом уже срастется. В общем, либо второй вариант, честно спросить у человека, что ты мог сделать ранее, чтобы он поговорил с тобой, или что ты мог сделать ранее, чтобы он остался. И, возможно, вот эти вопросы придут на помощь. Еще я бы тебе порекомендовала, чтобы закрыть этот гештальтик, который болтается. Выбери этот список, у тебя, наверное, он есть, этих ребят, и проведи с ними супер экзит. Приедешь, скажи, слушай, я увидела, что есть такая крутая штука. Кстати, супер экзиты мало кто делает, а это очень круто. Скажи, давай попьем там кофе, сейчас чуть-чуть чуть-чуть уляжется. Попьем себе кофе и честно спроси, скажи, мне тяжело на сердце, помоги мне. Это очень простой инструмент, но он очень качественный фидбэк дает. Спасибо тебе большое. Спасибо. Следующий вопрос. Вера, спасибо за доклад. Иван Тиньков. Скажи, пожалуйста, как поступать в таком случае, если сотрудник уходит в позицию фиг вам? То есть, я к нему прихожу, говорят, что мы с тобой расстаемся, у тебя такие-таки проблемы. Он говорит, а вы меня уволить не сможете. То есть, как бы законодательство я знаю, то есть, я трудовой договор знаю, я по трудовому договору работаю. Классическое стоило. Да, то есть, как бы. Смотри, во-первых, зови на помощь HR-ов. У тебя в компании есть HR-ы, есть юристы. Позиция следующая, обычно, которую я рекомендую. В общем, я очень за людей. Но если мои люди становятся уже против моей компании, я и за компанию могу встать, да, в защиту. И если, да, мы не правы, например, что мы не смогли с тобой починить, пофиксить что-то, и мы сейчас приняли решение расставаться. Есть два пути. Первый, договориться. Не знаю, он, наверное, хочет какую-то, он же что-то хочет. Допустим, вот договориться. Это мой второй вопрос. Давай его раскроем поподробнее. Как договариваться, с какими инструментами ему спрашивать, что ему нравится, хочется? Очень важен его мотив. Он хочет договориться. То есть, есть люди, которые реально говорят, Вер, я не могу, я за два месяца не найду работу. Или я хочу подготовиться на собеседование в тенек, а чтобы туда попасть, там, знаешь, мне там три месяца надо сидеть, учить там, JavaScript. И тут коммуникация про то, что он будет сидеть, учиться, и нам надо компенсировать, например, ему вот этот срок. Вариант первый. Может быть, у него мотив насолить. То есть, надо понять, от чего он отходит. Поэтому договориться есть два варианта. Вот ты ищешь его мотив и честно проговариваешь и договариваешь, ну, тебе подаешь ему денег. С такими людьми рекомендую расставаться день в день, ну, максимально, потому что их токсичность, она будет очень сильно ядовита. А второй вариант, если вариантов нет, ты зовешь юристов, зовешь HR-ов, и у них есть инструментарий, как это делать. Это будет сокращение ставки именно этого человека. Вы его официально уведомите за два месяца под роспись. Через два месяца вы уберете эту ставочку, например, там, не знаю, фронт-разработчик, там, первой категории. Вы выплатите ему все пособие, вы сделаете все по ТК РФ. ТК РФ умеет так делать. Вот. Помимо всего прочего, ну, что тут можно сказать? Ну, окей, ну, добавите вы ему что-то, чтобы ему будет некомфортно. А, там, не знаю, фотографию рабочего экрана, да, там каждую секунду у него будут какие-то жесткие кипяйсы, и Б, хрен он получит каких-то рекомендаций. Вот это, на самом деле, самая частая история, потому что, давайте, неужели никто не спрашивает рекомендаций? Все спрашивают, все звонят, ну, я тебе говорю, да? Поэтому его авторитет на рынке, он точно пойдет впереди него. Вот, поэтому понять мотив, он боится чего? Что он останется без работы, без денег, и попробовать договориться. У меня бывали кейсы, когда, например, ребята прям боялись, что не найдут работу, мы помогали им. Потому что у меня, может быть, требование более seniority, да, тебе надо идти там вот, вот в этот аутсорс. Давай мы поможем тебе составить резюме. То есть, это не агрессия, я говорю, я хочу помочь, давай договариваться. Хорошо, спасибо. Надеюсь, ответил. Привет, спасибо. Мой вопрос, собственно, как говорить с людьми об увольнении в очень турбулентные времена, как сегодня, еще до того, как мультифорка с заявлением легла на стол. Если ты хочешь расстаться с человеком. Если я опасаюсь, что они покинут компанию. Ты хочешь удержать? Слушай, тут очень все просто. Но просто при этом, чтобы не посеять панику, панику команде. Как бы я поступила, если я боюсь, что мои люди уйдут? Я бы честно сказала, я боюсь, что вы можете уйти. Я максимум приглашу усилий вот сюда, вот сюда и вот сюда. И я вас очень прошу по-человечески, вот у нас очень человеческие отношения. Я вот вкладывала, если что-то идет не так, скажите мне заранее. Я правда отдаю там всю себя, чтобы вас поддержать. Если вы решили уйти заранее, ну пожалуйста, скажите. Я найду, постараюсь найти замену. У тебя других вариантов нет. Это очень крутой кейс сказать оппоненту, что тебя беспокоит. Вот про искренний страх. Это лучше делать лично или есть смысл устроить какие-то командные посиделки без записи в Zoom? Я бы сделала следующим образом. Я бы... Слушай, нет точно серебряной пули, все зависит от команды, от культуры. Я бы, скорее всего, честно сказала это на общей мите. Ребята, сейчас такие времена. Я волнуюсь, переживаю. Я очень хочу сохранить команду. Мы максимум будем делать каких-то вещей. Ну то есть какую-то коммуникацию навнутрь, а потом со всеми one-on-one и проговорить. Как у тебя? Какой у тебя план? Ты где? Что с тобой? Чем подсуппортить? Как сам ощущаешь? Останешься или есть риск, что наша компания тебе будет неудобна? Ну вот в общем, типа полторы недели общения. Спасибо. Спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. Хочется узнать ваше мнение насчет такой ситуации, когда видишь, что у коллеги назревает вот это решение уволиться, но он еще заявление не написал. И я ему не лид, но я в курсе, что его лид еще вот этого решения не знает. Стоит как-то пытаться... Это, знаешь, это как ситуация... Ну, давайте, перенеси ее на личную жизнь. Муж и жена, а ты видишь, что один ходит уже налево, а ты такая, типа, я вообще не при делах. Вот как ты поступишь? Очень зависит от твоего отношения, как тебе по совести. Ты можешь пойти и поговорить с сотрудником, который собирается намылить лыжи и проговорить, а ты поговорил, ну, типа, я вижу, что ты уходишь, я вижу, что ты на нервах. Может быть, стоит следом поговорить, потому что ты сейчас, если скажешь, что там вот так это случится, представляешь, какая нагрузка на нее будет? Это первый кейс. Второй кейс, ты честно идешь к лиду и говоришь, дорогой мой лид, ты, наверное, здесь в мыле, я тебя понимаю, но кажется там у Оли плохо. Мне кажется, она может искать работу. Поговори, удели внимание. Нормально? Нормально. Ну, и третий кейс ты ни хрена не делаешь. Кажется, и первый, второй можно даже совместить. Спасибо. Спасибо за доклад. Дарина Яндекс. У меня было два вопроса. Первое, что можно почитать про экзит интервью? Ну, я не сталкивалась раньше с этим термином. С каким еще раз? Экзит интервью. А второй вопрос. Если сотрудник уходит по собственному желанию, ну, у меня чаще всего в команде были проблемы, что сотрудник уходит, мы заранее там как-то говорили, что вот если вы будете увольняться, давайте как-нибудь договоримся, чтобы, ну, не за две недели дела перекидывать в кого-то, а заранее спокойно передать. И почти никогда люди не соглашались. Ну, то есть, они приходили и говорили, вот, я увольняюсь, через две недели я выхожу на работу в новую компанию. Есть ли какие-то инструменты, вот, как людей, с людьми договориться, там, не знаю, финансово, что-то еще? Есть ли какие-то вообще в принципе инструменты для таких случаев? Смотри, что знаю из инструментария? Все, наверное, знают Виталия Шароватова, да, например, да? Он очень прост, как вот у него, как вот лопата, да? Он всех, кого нанимают, он говорит, так, подписывай. Вот я в тебя сейчас буду вкладывать вообще, я в тебя вкладываю. И, соответственно, ты точно так же в обратку мне должен. Если ты собрался уходить, ты мне об этом говоришь заранее. Понял? Они расписываются, и все. И как бы инструмент, инструмент. В большей степени тут скорее история про культуру. Я очень часто встречаю в очень крупных компаниях, да, вот такие истории, потому что, а люди не знают, а что с ними будет? Есть ли у вас на Вики разделчик, типа, хочу уволиться, да, что делать, да, например? Поэтому тут история культурная, которая зависит от команды. И тут скорее тебе выстраивать такие коммуникации, чтобы люди понимали, а почему надо говорить заранее? То есть пока что они не выйдут в этом ценности, им пофигу, ну, честно. Вот, поэтому я бы попробовала поговорить, и можно, типа, мой доклад, как, знаешь, информационный повод преподнести, сказать, ребят, кажется, вот есть прикольный экологичный инструмент честных коммуникаций. Вот, а касаемо экзит-интервью, это такой инструмент, он есть у всех HR-ов, у вас точно он есть, это анкета с определенными вопросами, на которые люди в последний день отвечают. Дальше в более продвинутых компаниях иногда еще HR-ы голосом проговаривают с человеком какие-то истории. По сути, там очень много историй, как с собеседованиями. Мы хотим что-то понять, что было не так. Если на уровне, то есть ты можешь запросить экзиты, вот, а я всегда рекомендую сделать супер-экзиты с твоими ребятами пообщаться. Я вот не знаю, есть, все мы знаем такую компанию DoubleGiz, надеюсь, что у них все будет хорошо. У них, например, есть такой клуб бывших, честно, где бы они сейчас ни находились, они все раз в какой-то период созваниваются и делятся, что вот в других компаниях лучше, что хуже, дружественная атмосфера позволяет каждому брать что-то свое. Поэтому можно честно провести экзиты, спросить, вот, не знаю, человек из Яндекса ушел там в тенек, да, позвони, спроси, слушай, давай поговорим, а что там лучше, а что здесь хуже, а почему ты ушел, а почему не сказал заранее? И вот сейчас у тебя бы через супер-экзиты ты бы как раз могла понять, какого перца, в общем, тебе это не сказали заранее. Спасибо, очень полезно. Пожалуйста. Вы святые, что, конец второго дня, вы сидите, ребята, это круто. Спасибо огромное. У меня вопрос про супер-экзит. Вот у нас есть кейс с сотрудником, ну, примерно, да, с которым очень плохо мы расстались, по ситуации фиг вам, через, там, с юристами, с кровью, со шрамами, со всеми вирогами, он еще какой-нибудь плохой отзыв оставил о компании, где-нибудь написал. как с таким персонажем проводить супер-экзит через два месяца? А их не трогать, слушай, есть два варианта. Я про культуру оффбординга начала какое-то время назад говорить, и очень много компаний стали приходить, просить о помощи, как настроить. И вот в одной большой компании решили провести супер-экзит за всеми, кто вот за год ушел. Чтобы это было экологично, они наняли аутсорсера, который представлялся, ну, условно, не компанией, там, типа, мы проводим исследования с теми, кто ушел из компании, расскажите, что было хорошего, что было плохого. Вот таким образом ты сможешь что-то для себя вытащить. Но, с другой стороны, если человек по культуре не ваш, может быть, и хрен с ним, в общем-то. Ну, то есть вести базу тех, с кем хрен. Ну, например, да. Черный лист, человек, с которым ты не хочешь ничего иметь общего. Я еще водички выпью. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Я хочу, скорее, совета вашего услышать. Давай. Вот, когда начались определенные события, у нас люди, скажем так, стали искать офер с релокацией. Что еще раз? Офер с релокацией, который мы не можем предоставить, мы не можем это перебить никак. Ну, человек твердо решил, что он уходит, но он никому ничего не говорит, так как он точно знает, что мы это не перебьем. Он не говорит, он ищет, и он ищет месяц, два, три, и в это время он перестал, скажем так, стараться. Ну, то есть минимум или меньше минимума там выполняет свои рабочие обязанности. Какой подход вы посоветуете вот такому человеку? Слушай, ну, во-первых, об этом сразу нужно, как только ты видишь, что оно падает, ну, то есть как бы я поступила? Я бы сразу поговорила. Я вижу, что ты ищешь иное. Ну, давай, ко мне тоже приходят иногда разрабы и говорят, я хочу больше денег. Я говорю, я вам сама покажу, где больше денег. Ну, как бы, честно. Да, ну, то есть мы работаем не за зарплату, да, у нас же есть какая-то сводная, что там, ценности, культура, команда, продукт. Вот, поэтому нас объединяет не только зарплата. Если тебе текущая зарплата не ок, и ты в поисках, давай договоримся о том, как это случится. Вариант первый, мы тебе даем месяц, ходишь на собесы, работу, ну, можешь ничего не делать и выходишь. Вариант второй, там, ну, договариваемся о том, что ты должен вот это сделать, а мы там, ну, например, там, что-то еще. Можно здесь же, я бы еще подписала с товарищем допник, расставание по соглашению сторон какой-то датой, и все. И тогда и он спокоен. То есть, в данном случае ты закрыл глаза на то, что, типа, а, он ищет, б, типа, он плохо перформит. То есть, надо поднять вопрос про то, что он ищет, б, про то, что он плохо перформит, потому что это не честно для команды. Ну, он отвечает, что все хорошо, я работаю, честно-честно работаю, задачу сделаю, просто временные трудности сделаю попозже. Если есть четкие... Если ищу, правда-правда не ищу, но потом понятно. Слушай, давай так. Если есть четкие критерии, почему ты считаешь, что его работа стала не такой? Коммитов меньше, багов больше, на время отвечает, ну, как бы, дольше. Приводишь их, говоришь, команда это видит, это не честно. Ты получаешь столько же, как и другие члены команды, ну, типа, так не делается. Давай договариваться о сроках и, типа, выходить. Иначе мы будем фиксировать, что, ну, вот так. Только через разговор, через понимание, что у него другая ценность, но ощущение, что вами сейчас пользуются. И скажи, ну, как бы, это видят все. Это твой авторитет. Опять-таки, к тебе придут просить на него рекомендацию. Спасибо. У нас есть вопрос из чата. О, Господи. Еще святые есть. Да, еще больше святых. А чем плохо токсика спросить, если он остыл, к примеру? Чем это может навредить компании? Токсика остыл. Не совсем поняла вопрос, к сожалению. Ну, вот это был кейс про то, что вот вы прямо разругались в пух и прах, кровь летела, подписанные бумаги во все стороны. А он потом помирился. А он потом как-то, может быть, тебя остыл. Смотри, наверное, тут очень важно понимать опять мотиватор. Очень часто причиной какого-то стресса является что-то. Вот как сейчас, да, или там, я не знаю, я утром ехала на работу, мне кто-то дорогу перебежал, я пришла там, наорала на всех. Все такие, ой, понятно. А если я в целом так реагирую на другую историю, то это плохо. Поэтому, если эта история реакция на какой-то стресс, беду, которая у человека случилась, то, конечно, можно договориться, что здорово, что все случилось, но на будущее мы тебе хотим помогать такие трудности, переживать. А если человек в целом так реагирует, ну, это тоже надо проговорить и сказать. Выглядит как минус замедленного действия, нам страшно. Спасибо. У нас в зале все еще есть вопросы. Давайте, мои святые. Вера, спасибо за доклад. Тема просто, видимо, наболевшая, поэтому мы до сих пор здесь. Вот продолжить немножко тему, раскрыть. Сотрудник, не хочет, плохо выполнять свои обязанности, меньше коммитов и так далее. Вот я сказала, есть допник по расставанию какой-то даты. Это какой-то стандартный документ. Смотри, мы можем расставаться с людьми по трем, ну, условно, человек сам написал заявление на увольнение, дальше я, как работодатель, стал инициатором, либо есть доп. соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Чем круто этот документ? Его нельзя отозвать в одностороннем порядке. Очень часто к этому допнику почему-то прикручивают деньги, да, очень часто компания предлагает давай подпишем с тобой допник в расторжении и все думают мне что-то заплатят. Не обязательно. Там могут быть какие-то условия, типа компания тебе на выходе платит один оклад, но там есть дата. То есть пока человек как бы в здравом уме, ты говоришь давай подпишем, договоримся, тебе будет понятнее и спокойнее нам. Все, ты фиксируешь дату, вы подписались, можете какую-то сумму договориться. Все, теперь он не может передумать. и ты не можешь передумать. Это ваш коммитмент. Это очень крутой инструмент. Спасибо. И правильно понимаю, при наступлении этой даты автоматически происходит собственно говоря увольнение по собственному этой датой. Не, 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 там так и будет запись трудовой книжки расторжения трудового договора по соглашению сторон. Для того, чтобы такое провернуть, мне достаточно обратиться к HR моей компании. Они все умеют, если с головой, они тебе. И второй такой грязненький вопрос. Как раз ты так сказала, что рекомендации быстро плывут по сети. Правильно ли я услышал, что HR в крупных компаниях как минимум друг другу звонят и узнают о переходах? Конечно. Ясно? Слушай, ну это нормальная практика. Будем аккуратнее. Подожди, любое собеседование это ложь. Ну как бы, я же вспомнил первые свидания. Мы хотим показаться такими клевыми и собес так же. На любом собесе я чуть-чуть выгляжу лучше. Поэтому, конечно же, я хожу и узнаю как бы, а как он там работал? А вы бы хороший самый вопрос, я люблю задать. А вы бы его хотели назад взять? Ну как бы, ну нет. Вот. Ну важно понять, почему, да? То, что хорошо, например, одной компании может быть плохо другой. Может быть, пусть, я понимаю, что люди хотят уйти и просто... Давайте последний вопрос. Вот здесь вот рука тянется и на этом мы закончим. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Поделюсь своим самым страшным страхом HR. О, это круто. Давай все сейчас тебе поможет. Работа с удаленными сотрудниками. Когда сотрудник понимает, что он не перфомит, ему предоставлен был неоднократно фидбэк. Что-то. Что-то. Да. И вот хотим мы с ним поговорить об этом через Zoom. А он имитирует плохую связь и так далее. То есть задачи, форс-мажоры и этот диалог просто никак не может состояться. Я поняла тебя. он на него забивает. Я поняла тебя. Слушай, ну есть... Может, лайфхаки какие есть? Очень давным-давно я работала в кадровых агентствах. И были такие люди, они сейчас есть, мерчендайзеры. И их надо было контролировать. И они очень часто, им там звонишь, они такие, типа, я за рулем, там не слышно. И в общем, там их кураторы очень прикольные штуки. Я там за рулем не слышно. Аккуратно говорит, попибикай. Он такой, блядь, в смысле попибикай? Ну ты же за рулем попибикай, да? Вот. Поэтому здесь я бы предложила следующее. Позвонить и сказать, слушай, Иван, у нас очень классно, у нас тут вот завтра будет коллега и чар в твоем городе. Можем договориться, чтобы ты с ней встретился? А это как бабушка обшепчет, я думаю, что. Ну, то есть, типа, тебе же, ну, вот, надо его вывести на разговор. Поэтому, ну, я бы предложила вот этот вариант. Я бы предложила, либо говорю, давай сейчас со мной поговорим, я тебя знаю, либо завтра вот мой руководитель будет в твоем городе и просто лично встретитесь. Ну, все, мы не можем уже запаздывать. Да, третья штука, ну, если не сработает, ну, какие-то документы уже шлете, да, что, типа, не знаю, если он говорит о том, что плохая связь, скажи, окей, как нам поговорить с тобой? Мы к тебе сейчас можем приехать. Я хочу оформить командировку. Ну, то есть, ты идешь ва-банк, да, но ты должна, типа, мне с тобой надо поговорить. Ты понимаешь, у меня задача с тобой пообщаться и понять, что идет не так. У тебя постоянно все идет не так, я уже еду к тебе. Вот командировка. Ну, вот, спасибо большое. Я думаю, что разработчик тут же с тобой поговорит. Спасибо.